Больше одного миллиарда человек по всему миру имеют привычку курить сигареты. Такими данными располагает Всемирная организация здравоохранения. Доля Казахстана в этой цифре занимает место довольно скромное, но и у нас в стране курильщиков насчитывается практически треть от всего населения. О том, что курение – привычка смертельная, врачи говорят давно. Но теперь их пугает не только традиционный табак, а еще и его современные аналоги – спайсы, кальяны и электронные сигареты. Если при курении одной сигареты курильщик делает примерно 10-12 затяжек, то при выкурении одного кальяна он в течение часа пропускает через себя дыма примерно в 100 раз больше, и это количество соответствует 3-4-5 пачкам сигарет. Не лучше описывают врачи и эффект от использования электронных сигарет. Основой смеси является этиленгликоль. Это химическое вещество типа антифриза, который применяется для охлаждения систем кондиционирования, автомобильных систем и так далее. Это антифриз, который вызывает большое парообразование. При их испарении образуются высокотоксичные вещества. Специалисты утверждают, вред от современных способов курения в десятки раз превышает вред от обычных сигарет. И даже те, кто никогда не прикасался к табаку, имеют высокие шансы стать заядлыми курильщиками и заработать заболевания легочной системы, если они увлекаются кальяном или электронными сигаретами. К борьбе с вредной привычкой сегодня подключаются все больше борцов за здоровый образ жизни. В их числе оказались и специалисты областной библиотеки имени Толстого. В одном из читальных залов они организовали полезную выставку. В универсальном читальном зале оформлена экспресс-выставка «Курить или нет, ты выбираешь сам», которая посвящена Всемирному дню без табака или День без табачного дыма. На нашей книжной выставке мы представляем книги, методические пособия по профилактике курения у детей, также статьи из периодических изданий. Уникальность выставки заключается в представленных здесь методиках для борьбы с курением. Книги от зарубежных авторов предлагают способы избавиться от вредной привычки и женщинам, и детям, и просто тем, кто давно не представляет свой день без пачки сигарет. К примеру, одним из способов предлагается метод заземления, полностью основанный на психологии. Человек должен начать жить здесь и сейчас, и перестать отвлекаться на мысли о прошлом или будущем, которые и вызывают у него стресс и неосознанное желание сделать затяжку. Подробности всех способов отказа от курения можно найти на выставке. Она будет работать до конца мая. Хамзан Рупийцев, Алексей Кудрявцев, Наталья Басмурзина, РТН.